за то, что она выстояла и вышла победителем. Потому что во Христе на самом деле совершается чудо. И для меня тоже было таким знамением, то, что это как конференция, так как пост-молитва, объединение церквей, да, началось со слова как раз пастора, о том, что вот надо смотреть не то, что физически ты видишь, чем, к сожалению, многие из нас, и я, в том числе, грешим часто. А вот тем, что сердце видит, тем, что очи сердца. А что видят глаза сердца? Слава Божью! Видят действительно жизнь и жизнь со сбытком. Физические глаза часто видят действительно украсть, убить и погубить. Видят очень часто разруху, угрозы, что-то еще. А очи сердца видят победу, видят торжество. И я очень Богу благодарен за то, что мы, христиане, имеем такую великую честь быть и называться детьми Его. Самого Создателя, представьте, самого важного, самого великого. Бога всех богов, Господа всех господствующих. Это самая великая честь. И, конечно, в еврейских седурах, многих молитвенниках, есть много прекрасных молитв древних. И я люблю перечитывать эти сборники и православные молитвословы, и еврейские молитвословы эти. И знаете, да, есть молитвы, которые еще, будем так провозглашать, еще, как мы говорим, до нашей эры, когда говорили люди, То есть, Отец наш, который на небесах. Авину. Самое прекрасное, что есть, знаете ли, называть Бога своим Отцом. В Новом Завете говорится Ава, Отче. Не Ава, Авину. Ава. Это не просто Отец. Не просто Папа, а Папочка, Папуленька, Папенька. Ава. И, не знаю, это потрясающе. Это потрясающе, что Он наш Папочка, что Он наш, действительно, самый дорогой, самый родной. Есть много имен нашего Господа. Я встречаюсь с разными верующими, общаюсь порой с очень разными, и христианами, и околохристианами, и совершенно не христианами, по-разному верующими людьми. Но я говорю, что для меня самым великим откровением является то, что Бог мой отец. И по матери моей, я татарин, моя мама Ибрагимова, и у меня большая мусульманская родня. И, знаете, тогда, когда был Советский Союз, то, конечно, у нас были обычные, такие советские татары, будем так говорить, советские мусульмане, которые ни разу в мечети не были. И, как бы, ну, да, как и советские православные, как бы, да. И, в общем-то, по сути, атеисты, но, как бы, культурно относили себя, вот, говорили мусульмане. Ну, кроме обрезания, как бы, я думаю, ничего не знают, как бывали там, ну, какие-то, не знают, ну, Курбан, да. Ну, как бы, еще там были эти вот, значит, некоторые сабандуи, допустим, мне нравилось. Мясо поедали, да, много чего интересного. Но, опять-таки, понимаете ли, это никак не было связано с религией, то есть это, то есть не шла речь у нас никакая о религии вообще. А сейчас уже, да, сейчас прошли годы, конечно, уже некоторые мои там братья, там, Ринат, Рашид, там, Рамиль, они там, Рафик, они стали ходить в мечеть, некоторые из них стали уже регулярно ходить и посещать мечеть, и такие... Даже Ринат, он в Казани живет, и он, значит, даже свой бизнес стал, ну, как бы, халяль-продукцию, как бы, перестроил. Ну, и, как бы, и дома там у него коврик, он там молится, как бы, по расписанию, все как положено. Я им всем родственникам там подарил Новые Заветы на татарском языке, инжилы. Инжилы подарил, и общались, конечно, с роднёй, и, знаете, я... Да, и в мечети проповедовал, тоже давали слово как гостю. Вот, и я говорил такие слова, что для меня, все-таки, самым ценным является даже не просто христианство, как религия. Нет, христианство, как религия, знаете, в исламе, как в религии, есть порой намного более лучшие вещи, чем христианство. Вот, ну, как для меня, по крайней мере. Вот, и в эудоизме, допустим, тоже. Я много очень подчёркиваю для себя такого прекрасного, возвышенного, порой, чем страдает христианство, отсутствием чего. Но, братья и сёстры, самым великим для меня является даже не религия, не традиция, не религиозная культура какая, а то, что Бог мой отец. Бог мой отец. И я как раз там, братьям, тоже говорил, что, хотя в Кураме говорится, что отцом для смертного, не называй его, то есть Бога, не называй их отцом. Но всё моё нудро протестует против этого утверждения. Всё моё нудро против этого, как бы, высказывания, утверждения протестует. Почему? Потому что, не только потому, что Библия вся открывает таинство, отцовство Бога, но из-за того, что, главным образом, что, будучи рождённым вновь человеком, с изного, свыше, я обращаюсь к нему и знаю его, как своего отца. Это самое ценное, самое дорогое. Это не отнять. Это можно всё забыть, это нельзя забыть никак. Это самое дорогое. И, дорогие друзья, его любовь, действительно, она просто несравнима. Я хочу прочистить кое-что. Из филиппийцам, 4 глава, 4 стих и до 8 стиха, учительное. Слова филиппийцам, послания, 4 глава, ну, здесь такое... Хотя, вообще-то, это, насколько я помню, к тюремным посланиям относится, да? Изучали? Интересовались? Есть такие справочники, словари, очень интересные. И если бы поскачило, тоже очень много разных словарей, этих справочников, энциклопедий. Да, интересно. Тюремные послания, но как-то не очень по-тюремному начинаются, они как-то и звучат. И, по-моему, Рик Реннер, не помню, кто-то из проповедников, по-моему, Рик говорил, рассказывал, он вообще копался вот в истории вот именно написания посланий этих, пастырских посланий, вообще посланий Павла. И много очень изучал, много лет эту тему, но я доверяю ему. И он был больше того, он был прямо там, в Риме, вот в том месте, где содержались эти опасные там преступники, был в таких-то этих, сохранившихся, этих казематах, рассказывал. И там, значит, даже слайд-шоу такое показывал. Конечно, да, шутковатое место, вообще, места эти, ну, как бы, могли пытать Риме не издеваться. И, оказывается, представьте, вот та тюрьма, где Павел, ну, там, 99% и 90%, что именно на том месте он находился, написав послание, и вот это, в частности, это была тюрьма, ну, просто, ну, просто ад, если можно представить себе ад, кромешный, вот это была, это тюрьма. Во-первых, это было ворище, темно все, канализация протекала, люди были прикованы, значит, этими цепями, то есть в движениях ограничены, и в полной темноте, лишь раз в день туда приходил стражник, значит, они видели какой-то свет, и люди находились в этой, в проточной, в этой канализации, чаще всего они были, там, либо по щикопку, либо по колено, ну, в праздничные виды, не знаю, и по пояс, крысы, значит, они там все хозяйничали, большинство вышедших из этих казематов, как вот в римских источниках значится, значит, историки говорят, что выходили люди вообще без, там, носов, там, ушей, потому что крысы объедали живых прям, представляете, жуть такая, вот, значит, и слышать, как там другие люди кричат, но будучи в таких узах, страшных, в таких условиях, да, кстати, были случаи, что и в некоторые годы и вообще крысы съедали, там, этих узников некоторых, и, то есть до смерти прям, вот, и находясь в таких условиях, страшных, нечеловеческих условиях, этот человек, Павел, наш брат с вами, он не унывал, и больше того, именно вот эти послания, они самые радостные, как бы по своему посылу, как ни странно вообще, они самые радостные, а как же он писал, я тоже так подумал, как же он писал, если он там прикован, и все, оказывается, он, как и римский гражданин, имел, даже в таких условиях, нечеловеческих, некоторые права, и одно из прав, это право на письмо, и минимум раз в месяц приходил человек, который именно этих римских граждан опрашивал, и позволялось с их слов записать некоторые послания, допустим, письма к родственникам, кому-то еще там, не знаю, и их отсылали за государственный счет, и вот есть мнение большинства, вот исследователей, что именно Павел пользовался, вот, пользуясь такими вот привилегиями римского гражданина, он диктовал некоторые фрагменты посланий, по крайней мере, или же полные послания, и вот в таких ужасных, нечеловеческих условиях рождались послания, радостные послания, это очень странно, для неверующего человека это вообще безумие, это кажется просто фантастика, для верующего порой это очень сложно это все, как бы, уразуметь, уместить как бы себе голову это все, но это так, и вот он пишет, я думаю, что тот, кто писал по диктовку, думал, наверное, сумасшедший, наверное, все уже, как бы, но он писал, радуйтесь, всегда в Господе, и еще говорю, чтобы не сомневались, радуйтесь, кротость ваша, да будет известно всем человекам, не только там, имелось бы верующим, но и даже неверующим, Господь близко, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, Наконец, братья мои, ну и сестры имелся, безусловно, тоже, давайте дальше прочтем вместе все это, со словом что, давайте вместе, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Вот это очень важно, акцентирую ваше внимание, опять-таки, о помостах, война в разуме идет серьезная, Достоевский еще, Федор Михайлович, писал, что поле брания, сердце человеческое, Бог и дьявол ведут сражения, ведут сражения, и сражения не просто за что-то, а вот мысли наши. Мартин Лютер, вот, в 500-летию со дня реформации, его часто вспоминаем, и в эти дни вспоминаю, часто я его, благодарю Бога за его служение и за реформацию. И вы знаете, друзья, Мартин Лютер говорил так, одно из его известных таких высказываний, что мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем запретить им вид гнезда на нашей голове. И действительно, бывает, что всякое в голову придет, но одна зависит уже принять ли это, согласиться ли с этим вообще. И, что чист, истина, и честно, справедливо, и чисто, любезно, достославно, добродетик и похвала, а то помышляте. И я понимаю, что в этом секрет того, что как можно радоваться порой в нечеловеческих условиях, находясь совершенно в нечеловеческих условиях. После первого собрания мы общались, здесь были сестры, я просто извиняюсь, мало было времени, как бы, и уже, значит, уезжал я, но сестры напомнили мне о моем свидетельстве. Еще молодым человеком в Советской армии, когда пережил чудо, об этом я свидетельствовал в церквях часто, и когда сюда приезжал в первый раз еще, в 99-й год был, наверное так, то об этом я рассказывал в свидетельстве, конечно, своем, и тогда часто рассказывал, сейчас я об этом не часто вспоминаю, но не часто рассказываю, но, коль затронул тему вот как раз УЗ этих Павловых, скажу, что, конечно, мои условия были по сравнению с Павловыми, были в чем-то, конечно, более, у меня не было тонализации, по крайней мере, там под ногами, знаете ли, и не была такая полная темнота, полумрак был, но это был каземат, это было, это был карцер, это был карцер, меня последние полгода часто сажали, значит, на гаупвахту, ну, я фактически, последние полгода я провел там, на гаупвахте, полтора года первых нормально служил, как бы, и меня не трогали, даже, наоборот, покровительствовали, и некоторые офицеры, как я понимаю, ну, коммунисты, понятно, советское время, но некоторые офицеры, я так сейчас уже понимаю, что они были, ну, где-то верующими, где-то, или знали верующих, то есть они, как бы, допустим, вот, мой родный командир, он был вообще с Украины, был, вот, и я думаю, что он, вот, он покрывал меня все время, вот, что я в церковь хожу, и, понимаете ли, это было полтора года первых, я фактически, там был все время в храме, в субботу вечером, в воскресенье с утра, я был постоянно там в церкви, недалеко от вольской части, и, в общем-то, как бы, ну, для меня тоже было, для моей жизни, христианская, то есть было очень важным, таким переживанием, вот, это отдельная история, и, знаете, но последних полгода было ужасными, потому что был новый родный командир, и он был из таких блатных офицеров, как вот говорили, то есть, ну, он был старшим лейтенантом, а его отец был командующим военным округом, генерал-полковник, ну, представьте, он там в воинской части был такой, ну, крокодилами кожи сапоги, пентагоновская такая фуражка, ну, понимаете, все было приятного заколочка, то есть, ну, по строению полка, все офицеры выходят вперед, стоят смирно, офицеры все, командир полка стоит смирно, старый, уже офицер, понимаете, значит, а этот старший лейтенант стоит вольно и демонстративно с пустом таким, с плёточкой такой вот так вот постукивая по сапожке, ну, все смотрят, понимаете, весь полк стоит, ну, и смотрят, ну, как бы, ну, и смех, и грех, но, но даже не эти его, вот, пониматели, выходки для меня были, как бы, таким, нет, дело не в том, когда он пришел к нам в часть, в роду непосредственно, то он начал с того, что, познакомился со мной, да, прямо вот, с отхода, значит, Жуалев ко мне, все аж приглянулись, ни взводных, ни прапорщиков, меня, откуда он меня знает вообще, мне потом рассказали, правда, историю, мне рассказали, ну, друзья мои, со штаба полка писали там, вот, как бы, рассказали, значит, что, разговор был начальника штаба, с этим офицером, перед тем, как он к нам пришел, в расположение роты, и, значит, и начальник штаба сказал ему, что рота образцовая, у нас полку это, но, говорит, там есть одна паршива овца, которая все стадо портит, и, представьте, я не знал, я с этим начальником штаба, там, порос, оно мне надо, как бы, там, вообще, и, ну, оказывается, оказывается, на моем личном деле, еще в инкомате, кто-то написал верующий, я не знаю, ну, я в храм ходил, там, ну, да, но, как бы, но, чтобы написать верующий, я не знаю, почему, меня не спрашивали, о вере, вообще, о религии, ну, видимо, кого-то спросили, кто-то застучал, может быть, я не знаю, значит, ну, они, написали, что верующий, вот, и, как бы, начальник штаба носился, вот, как к паршивому, такому верующему, получается, да, и дальше, было следующее, буквально с первого дня, значит, все, началась служба моя, очень такая жесткая, но, оказался на гаупт-вафте, и, потом началось день в части, там, ну, в роте, и, там, два-три дня на гаупт-вафте, в акции, чаще всего, это был карцер, иногда давали общую, такой, в общей камере был, значит, ну, разговоры, я не знаю, если чего, значит, религиозным фанатиком, там, назвали, как бы, я не знаю, одним словом, чаще всего сажали, значит, в карцер, и, вот, такая была моя служба последних полгода, но, самое жесткое было, конечно, это, у нас, у нас карцер был очень жесткий, вообще-то, у нас часть, это, кто знает, кто служил, если офицеры, может быть, есть бывшие офицеры, те, наверное, знают, 100%, конечно, знают, это высшие офицерские курсы, Шапошникова, курсы выстрелов, кто знает, ну, это курсы, где много офицеров, там, одни полковники, фактически, рядовых, и не встречаешь, вот, пять постоянных генералов, и, как бы, там, отдельно, батальон, там, ну, одним словом, служба была такая, очень интересная, и, и карцер был у нас очень жесткий, вообще, гаупахта была очень жесткая, там, у нас были ребята, которые с Катимировской, с Таманской, они говорят, что у нас просто курорт, просто был в Таманской дивизии, значит, гаупахта, вот, постоянно это были, то есть, приходишь, когда на гаупахту, это сразу почки, ты чем оббиваю к тебе, значит, это просто при поступлении туда, вот, это просто издевательство начинается, аквариумы устраивали часто ребятам, значит, это два-три ведра, холодной воды на пол, и само хлорки, и закрывали, а это практически герметичная камера, то есть, буквально через какой-то минуты, какие-то вот, голова вот такая, значит, весь, ну, и быстро очень, человек обычно терял сознание, вот, значит, и много других было, таких издевательств, очень жестко, и, ну, про того капитана, который отвечал за эту гаупахту, ходили там легенды, что, как бы, из гестапо выгнали за жестокость, скорее, вот, да, и, ну, все было построено на том, чтобы ломать человека, очень, и это, почему я вспоминаю про этот карцер, конечно, много чего и другого можно рассказать, страшного об этом, но, расскажу, что, хорошее было, я там пережил Бога, именно в этом карцере, и очень сильно пережил Бога тогда, и, знаете, это все зло, Бог обратил на добро, в моей жизни, и, последних полтора месяца, я там находился безвылазно, то есть, постоянно, ну, те, кто сидели в карцере, представляете, что такое полтора месяца в карцере находиться, то есть, это выжить невозможно, фактически, это полтора месяца, не есть, фактически, ничего, не пить, самое страшное, давали по полкружке, первые сутки, там, двое, там, ничего, потом давали по полкружке, такой, жижи, такой, в нормальных условиях, нормальный человек просто вырвет из-за этого, а там это пил, значит, и, и, ты лижешь эти стены, ну, это как грузовой лифт, цементный только, застрявший на полтора месяца, значит, и раз лишь в день, в сутки, ты сутки отмечаешь еще, потому что, новая рота заступает в караул, и, значит, ну, к тебе заходят, по крайней мере, значит, да, и ты видишь какой-то свет из коридора, вот такие условия, ну, это вкратце, и вот, больше того, значит, когда наша рота в караул заступила, то, писатель наш, с нашей роты уже, передал мне слова этого, значит, офицера, нашего родного, что меня отправят оттуда, уже, что в части не вернусь, я отправлюсь в дисбат, в дисбат, минимум до полтора года, а потом еще, ну, устрашали, наверное, так специально еще, этот писатель сказал, что зря такое вообще, ну, потому что, значит, тот, в Московской области, значит, этот, это место, это польская тюрьма, по сути, значит, там его родной дядя, начальником, вот, и они, дебиль делали ногами вперед, ребятам, ну, вешали просто, потом списывали просто, если просто из части можно списать ногами вперед легко, то из дисбата тем более, и, понимаете ли, не хотелось, так, умирать, и, даже, когда месяц прошел, месяц подходил к концу уже, тогда, пребывание моего там, уже теряешься во времени, во всем уже, и, вот, месяц завершался, я был уже как выжитый лимон, и, был готов на все, на что угодно, даже, там, признаться в чем угодно, лишь бы, просто выйти уже, из вот этих стен просто, ну, представьте, уже месяц к тому времени, это на холоде, там, фактически, ну, то есть, выжить было очень сложно, именно реально выжить было сложно, потому что там холод, ну, нулевая температура фактически, значит, и на тебе одно ХБ, там никакой мебели абсолютно, вот, и, ни шиней, тебе ничего абсолютно, то есть, одно ХБ, это просто хронически, ты весь, весь полностью промерзаешь, разогреваешься, лишь только, лишь когда приседаешь, отжимаешься немного, кровь циркулирует, вот, дуреешь, потому что, дышать хлоркой, целый вес был очень сложно, это просто, уже харкаешь кровью, потом извиняюсь за подробности, но, как бы, вот, и, понимаете, то есть, к месяцу там пребывания, я просто был уже никакой, просто садился на цемент, и уже, но, молиться, конечно, запрещали, но я пытался что-то обращаться, своими словами, и уже обратился к Богу, своими словами такими, знаете, что, я же христианин, вот, кому мне еще обращаться, ко Христу обратился непосредственно, и, там, в карцере, я пережил чудо, вот, о котором, как раз вот сестры напомнили сегодня, я видел Иисуса, и, не выходя из тела, находясь в теле, но, хотя первые мысли были такие, что, наверное, сошел с ума, потому что, вместо, вот, полумрака, этой стены, вижу яркий свет, но, знаете, вот, если после месяца, такого полумрака, видишь яркое что-то, то это должно было слепить, но здесь, я не ослеп, не ослеплен был абсолютно, когда обведение-то закончилось, то, никакие, ни зайчики не бегали при глазах абсолютно, и, этот свет, он теплым был, он меня согрел, представьте, что какой-нибудь целый месяц, мерзнуть, и, быть в холоде, а здесь, не спать этот месяц, и вот, и, и вот согреться, притом согреться изнутри, этот свет, он не снаружи меня согревал, а изнутри как-то согрел, знаете, наподобие, как микроволновка, вот сейчас вот есть, вот, изнутри согрел меня, и, как для художника, для меня было тоже шоком таким, знаете, потому что этот свет, он не оставлял полтонов теней, он насквозь проходил, вот, я, и в школе художественной, в училище художественном, очень любил игру света и тени, обычно, я графикой не часто занимался, но, если и брался, то, это была всегда игра света и тени, я очень любил, но, понимаете ли, здесь, я испытал и как художник шок такой, потому что этот свет проходил именно насквозь, каким-то удивительным образом, это, ну, удивительное состояние такое, и радость такая, и какой-то покой, не знаю, это не передать, и этот яркий свет, он меня, как бы, не знаю, это объяснить даже, как бы, и накормил, и напоил, я не знаю, обогрел, потому что, я полностью был, мое тело было полностью довольным, как будто я вот хорошо поел, попил, отдохнул, вообще выспался, понимаете ли, абсолютно довольство, но это еще не все, в этом ярком свете, я увидел еще ярче, хотя невозможно было представить, что-то еще более ярче, но вдруг в этом свете ярком, еще ярче был свет, и, ну, мне никто не говорил, а может, и сказал, я не помню, но я знал, что это Иисус, и он шел и улыбался, я видел разные там, иконы, не знаю, картины Иисуса, но, такого не видел, очень жизнерадостный, очень улыбчивый, счастливый, это вообще не то слово, он просто наисчастливейший, и он очень улыбчивый, и вот глаза улыбка запомнились особенно, и он шел, и улыбался, и вроде как обняться хотел, вроде хотел, и приближался, и, знаете, мысль была такая, что он, наверное, с ума сошел, но быстро ушла эта мысль, потому что так хорошо стало, что, как говорится, не в сказке сказать, не первого писать, вот, очень хорошо стало, и, ну, когда он приближался, чем ближе он был, у меня внутренность не просто, вот, согрелась, а просто кипела, такое ощущение, что все мои кишки, все внутренности на какую-то паровую баню поместили, вот такое было прям, состояние необычное вообще, никогда в жизни не переживал ничего такого, и, он был очень близко уже, вот, как эти вот первые ряды, и в этот момент, или я сказал так, или подумалось, или я даже не помню до сих пор, но не понял, но прозвучало, или как-то подумалось, примерно так, что довольное, недостаточное, как-то вот что-то так, и в этот момент все исчезло, и опять стена, опять был мрак, никакие зайчики не бегают, перед глазами, я не ослеплен этим светом, абсолютно удивительно, как будто не было этого ничего, но внутри все кипело, все глокотало буквально, и радость такая, которая, ну, я не знаю, ну, не передать, я, не знаю, там, хотите верить, хотите нет, но я не переставал улыбаться, вот, две недели подряд, последних, что, после этого, я еще две недели, еще там находился, пару недель находился в этом карцере, но я не хотел спать, не хотел есть, не хотел пить, не потому, что, вот, уже привык, знаете ли, как вот говорят, значит, два мужика встречаются, как там твоя лошадь, да, вот только привыкла державши, жить и сдохла, говорит, знаете, не такая непривычка, непривычка, вот как бы, да, как говорится, не жрабши жить, нет, здесь совершенно, здесь другое, просто такое состояние было, как будто я наелся, как будто я поел хорошо, как будто я попил, как будто я выспался, холод не чувствовался, я не знаю, что как бы было, ну, так снаружи, но, когда я оттуда выходил, то, я собственно, как бы, увольнялся, Или освобождался из армии Мой призыв уже дома был А я там в канцеле Я был теплым Я не был холодным Я был теплым Удивительно И радость была такая Я всегда не видел в зеркало Но представьте, когда оттуда выходил Я уже не улыбался Но у меня вот эти мышцы болели 24 часа в сутки День, ночь Непонятно, полумрак Просто улыбался Стоял и улыбался Не, ну я раз в сутки Я пытался сделать серьезное лицо, конечно Я понимал, тут скажут, дурачок И когда уже заступал Орлум уродов в караул И уже камеры все там посмотрели И вот к карцеру подходили Самый крайний карцер был Я понимал, что сейчас ко мне зайдут Скажут, дурачок Я пытался изобразить серьезную физиономию Может быть с ноткой трагизма Я не знаю Но видимо плохо получалось у меня Но я пытался сделать серьезное лицо Не улыбаться Вот раз в сутки Вот эти минуты были более-менее серьезными Вот Но видимо плохо получалось Притворяться Потому что счастье Знаете, вы знаете, аж пре Такое было состояние Вот И еще я себя Знаете, во-первых, сдерживал Чтобы лишь бы не улыбнуться мне сейчас Вот пока офицер заходил Лишь бы мне не улыбнуться Серьезное лицо сделать Попытаться сделать докладку Но меня уже не выслушивали А журавлев, что у тебя постоянно здесь Как бы и развервачивались, уходили Вот еще Но я пытался сделать серьезное лицо И еще Еле себя сдерживал Знаете, от чего? Это тоже очень странное состояние Мне очень хотелось резко так Обнять этого офицера Этих солдат Чтобы, понимаете Чтобы они немного почувствовали Чтобы то, что я чувствовал Вообще хотелось Обнимашки Обнять хотелось Вот И, значит Ну ладно Вот это такое состояние было Необычное Но знаете, друзья Прошли годы И Теперь вспоминаешь об этом все Ну как-то Самому чудно, честно говоря Но Бог так утешает Что Кстати, тогда Вот Иногда Ну 24 часа в сутки 7 дней в неделю Была радость такая Как бы И Ну Я не знаю Но я просто стоял и улыбался Вот если так Со стороны она очень глупо выглядела Наверное Но там никого и не было Как в принципе Поэтому Вот И И знаете Что еще произошло Иногда мысли были такие Иногда все-таки Ну лукавый приходил Да Своих там Свою ложку дегтя Пытался вставить Как-то Знаете ли Мысли такие посещали иногда Ну а что если все-таки Диспад значит И ты отсюда пойдешь Сразу в диспад значит Вот И как бы И тепель ногами Вперед Помещали Знаете И тут же Вот только мысль такая Приходила Тут же сразу Положительная мысль Хорошая Вот с таким Иисусом Да Даже Стегова пошлют Там будет рай Просто Вот Вот с таким Иисусом Вот таким счастливым Вот как бы Довольный как паровоз Знаете Вот он так Вот вообще Довольный Счастливый такой Вот Вот с таким Иисусом Даже Ой Прошли годы Да Сейчас как-то странно Все это даже вспоминать И Ну и радостно конечно И очень благодарен Богу За то что Вот Мы христиане Вот Действительно Даже если Нас там И как бы И давят И что-то еще делают Да То То Елей Да Выходит Как вот От давления Да Ну наверное Блаженны те из нас Что не под давлением Елей Выделяют А Сами Ложатся Под Божий нож Божьего слова И Источают От елей Как бы Не под Давлением Внешних обстоятельств А соглашаются Сами Вот Довильную Божью Идти в молитве Вот именно Поэтому Блаженны вы Пришедшие сюда Вот на Такое Собрание Пост Молитву Это тоже Определенная Плавильня Довильня Больше Или меньше Но каждый Из вас Я понимаю Подавляющее Большинство Из вас Пришли сюда Именно вот С таким Как бы Как раз Намерением И Это блаженство Это Прекрасное Состояние Друзья И Конечно Я пытался Изобразить Как художник Потом То что я видел Но Когда работал Над портретом Мне казалось Вот Как бы Схватил Эта Эмпрессия Как художники говорят Вот это Вот это Состояние Вот этот взгляд Эту улыбку Но Как только Прекращало работать Я понимал Это не то совершенно Это как Знаете Как вот Слепок С лица Оно как бы Похоже Да не то же Совершенно Это другое Совершенно Кстати Однажды Я рассказывал Вот то что я вам сейчас Рассказал Только более подробно Более детально Мы жили в Киеве На Харьковском массиве Снимали квартиру И Меня пригласили В одно собрание И там Неожиданно Пришло много военных Значит Оказывается С военного училища Курсанты И плюс еще Преподаватели пришли Там Значит И Представьте Там несколько рядов Занимали Вот Именно Вот В этом собрании Именно Будущие офицеры Так интересно было Я это все рассказывал Притом еще Я сейчас упустил Много очень деталей Как бы Значит Там я рассказал Все детально Интересно Потом было общение У нас И с этим курсантами С ребятами Этими молодыми И Были Офицеры Один из них Один из преподавателей Он Полковник Был в звании полковника Он врач Психиатр И Военные У него там Военных врачей Обучал И Он сказал Ну видно Как бы Как врач Как специалист Что то Что я вот услышал Это говорит Скорее всего У вас была Галлюцинация Галлюцинация Потому что Месяц Ну это конечно Издевательство было Месяц Дышать Хлором Значит В холоде быть Значит Не спать Не есть Фактически И Очень ограниченная Жидкость То есть Все Ну Условия Для хорошей Галлюцинации Как бы Вот значит Ну примерно Так он Объяснил Все это И Я сказал ему Тогда Офицеру Говорю Полковник Не помню Как товарищ Господин Не помню Как обратился К нему Сказал Что Говорю При всем уважении К вам Но Галлюцинация Она Не меняет Человека И не меняет Обстоятельств Вокруг Человека В отличие От Видения То что Бог Дает Потому что В моей Ситуации Во первых Я изменился Мое отношение Изменилось Абсолютно Во вторых Изменилось Обстоятельство Меня не посадили В дисбат Значит Я Освободился Из армии Будем договорить И Тот Спустя Некоторое время Я Повстречался С одним Бывшим Прапорщиком Этого полка Он был Тогда уже Диаконом Православной церкви В Москве И Подмосковье И в Москве Мы Общались И Понимаете ли Это уже 92-й Было Или какой год Не помню Или дальше В 91-м Я стал священником Как раз В конце 91-го года И Вот буквально Вскоре У нас Была Эта встреча Где-то 92-й Или 93-й Максимальный Наверное Год был Первая встреча С этим Уже Диаконом Тогда Диаконом Он сказал Что священником Он как бы Не дерзает А вот именно Диаконское служение Он так и хочет Оставаться Диаконом В храме Он был Прапорщиком Старшим Уволился Старшим Прапорщиком Он был В секретной части Как раз Полка В свое время Даже думал Меня на постоянку Братья Оказывается Вот Но Тот самый Как раз Уже Упомянутый Начальник штаба Там Ромал Металл То что Указана Богород Всекретной Сейчас полка Верующего Вот И Ну ладно И вот Он мне Как раз Рассказал Продолжение Этой истории Один Стать назад От одного Из Офицеров Полковник Кстати В Москве Я узнал Еще одно Продолжение Этой истории Неожиданное Оказывается Вот Тот Старший Лейтенант Который Тритировал Меня И Значит Вот так Вел себя Оказывается Он погиб Тогда же Я просто Не знал Этого И меня еще Как раз Прапорщик спрашивал А ты Знаешь Что произошло Я говорю Нет Не знаю Я даже Как бы Не интересовался И Я Значит Пришел Только в расположение Роты Привез Сюда Нормально Представьте Зашел В расположение Роты А роты Уже там Все уже Новые Ребята В основном Значит И как бы А я зашел Грязный Бородатый Кто ты Дедушка Вот Из окружения Вышел Кино Немца Немца Одним словом Привез Нормальное состояние Прошел В столовую Поел Естественно Нормальную Пищу И Пришел В расположение Роты И мне Как раз Вызывают Состав полка Звонят За документами Я получил документы На руки Нормально Только меня и Видали Там И Знаете Но Оказалось Что Вот Тот Офицер Который Отвел себя Таким образом Он погиб И Притом Погиб Так Глупо Говорили Что Даже Не верили Поэтому Ходили слухи Говорить Что Им Помогли Как бы Погибнуть Но Как бы То есть Ну Да И Вот Один Девятнадцать лет назад Подмосковье На Красной Поляне Значит Лопня Встречался С этим Офицером Он С Генштаба Был Офицером Тогда И Сейчас уже Звали Генерала Уже Тогда Был Полковником И Интересно Что Он рассказал Продолжение Этой истории Он знал Лично Эту семью Того самого Генерала Полковника Командующего Военным округом Его отца Знал Эту семью И он Рассказал Что Да Это было На самом деле Вот Неожиданно Вот Скорбостижная Смерть Кончина Которая Вот просто Ну И Всю семью Как бы Так вот Очень сильно Подсекла Знаете ли Морально Потому что Это был Сын Единственный На которого Они возлагали Все надежды Как бы И карьеру И все Его тесть Был тогда Прокурор По Московской области Старшим То есть Как бы Тоже фишка Такая Знаете ли Человек Который Ну В Советском Союзе Знавчил Не последнее Место Занимал Но Все эти Высокие Положения Знаете ли Они Не спасли Его душу И Чисто По-человечески У него Все были Козыри На руках И Как говорится Моя карта Бита Чисто По-человечески У меня шансов Не было никаких В этом Противостоянии Абсолютно Этот офицер Он И других Офицеров Из людей Мало считал А салат Тем более Понимаете ли И тем более Верующего И Но Понимаете Такая вещь Что когда Гонят Верующего Человека То Христианина То Люди Видят Только лишь Человека Люди Видят Только лишь Оболочку Твою Но Не знают Что Если Христианин Не настоящий Конечно Если он Христос Не в нем А Он На пути Еще То Это Более Безболезненно Для Гонителей Происходит Но Если Человек Он Принял Христа Действительно Иисуса Своим Спасителем В свое Сердце В свою Жизнь В свою Судьбу То Тогда Гонящий Нас Он Имеет Дело Не с Нами Даже Тем Более Если Мы Не предпринимаем Или же Очень Ничтожно Предпринимаем Попытки Как-то Самозащиты В таких Ситуациях Многожды Многие Верующие Это Подтверждают Многие Христиане Это Подтвердят В таких Ситуациях Бог Очень Сильно Проявляет Себя И Господь Очень Сильно Проявляет Себя Я Много Таких Историй Могу Рассказать И других И своей Жизни Так же И жизни Многих Других Верующих Но Вот Та История Для меня Была Большой Наукой А еще Какой Наукой Была Для меня Она Знаете Что мы Христиане По сути Особый Народ Вот Чем Ну Не бьется Не ломается Только И улыбается Вот Только Нас Вот Если Прессуют Гонят Но Увеличивается У нас Только Радость У нас Увеличивается Только Радость И как бы Враг Пытается Сделать Хуже А получается Во благо Потому что Любящим Господа Призвано По его Изволению Все Содействует Ко Благу Потому что Все Во благо Бог Обращает Даже Самые Страшные Моменты И Не так Давно Покаялся Мой Старый Знакомый Художник Мы Вместе Учились В одном Училище Художественном Его зовут Дима И я очень рад За его покаяние Что он Теперь христианин Он Входит И Не только А уже И служит В такой Песнятической церкви В Липецке И Понимаете Покаялся Покаялся Недавно И Мы С ним Списались Он Нашел В социальных Сетях Написал Мне Напомнил О себе Я так Надо же Дима Да Мы не в одной Группе Но параллельные Эти классы Были И Группой И С ребятами Я Разговаривал Часто Тогда чаще Говорил О некоторых вещах И О своем Переживании Бога О том Как пережил С ним Встречу Делился Этим Как мог Рассказывал То что Из Библии Мне было Открыто Это Рассказывал Вообще Моя первая Библия Была Книги По атеизму Там находил Я цитаты Из писания А потом Уже В 84 Году У меня товарищ Один Он дал Почитать Первый раз Потом В 86 Уже Давал На Такое Время Продолжительное И я И я Идал Возможность Читать Библию Такую Нелегально Изданную Самой Изданной Такой Библию Как потом Выяснилось И вот Я не знал Ничего Это уже Будучи священником Я узнал Историю Просто Библии Что Баптисты Нерегистрированные Подбольно Где-то Печатали И привозили И давали Прочитать Давали Ну по крайней мере Мы брали Библию Из музыкального Училища И там Она ходила Где-то по рукам И нам Художку Попадала Тоже Через Моего товарища Который Искал Бога И Вы знаете Друзья И Дима Написал Мне Потом Мы с ним Встретились Я ехал С Кавказа Как раз Через Липец Поезд И там Поезд Долго Целочасно Растоял Мы смогли Я написал Ему Мы встретились Потом Был у них Нам в гостях Уже В самом Липецке В их церкви Делился словом Семинаром И Интересно Что Он сказал Такие слова Интересные Что Еще при первой встрече Уже в новом качестве Как верующий человек Он сказал Знаешь Вот то что ты говоришь Знаешь Что это прорастет Это приносит плод Это принесет плод Сто процентов В его судьбе Было так Представьте Молодыми ребятами Еще юношами Беседовали О том О сём Непосредственно С ним Я как-то мало Так вот Не общался Но он всегда был Вот В нашем кружке Как будем так говорить И представьте И он рассказывает Что Вот то что ты рассказывал Я как-то так Особенно не воспринимал Хотя Один поступок Он очень сильно Вот Меня Коснулся Ну не буду рассказывать Там Свидетельство Тоже большое Как Бог сохранил Меня тогда О смерти И И вы знаете Спустя 30 лет Говорит Вот Почти 30 лет прошло И вот то что Ты рассказывал Вдруг Всё Стало Вспоминаться Всё Стало Вспоминаться После Очередных Пьянок Гулянок Просто Игорь Запоев У него были Очень серьезные Алкогольные Проблемы И Многие художники Многие ребята Хорошие Талантливые художники Но Многие Скололись Многие Спились Блуд Пьянство Наркомания И Много Очень хороших Творческих Людей Погубило Очень Жалко Но Слава Богу Что Типа Выжил И Вот он Покаялся И он Рассказывал Что Вот Вдруг Стал Всё это Вспоминать Ни с того Ни с сего На ровном месте Я даже Собрался Надо тебя найти Где-то И поговорить Я слышал Что ты где-то Священником Последняя информация Доходила От художников Нашего училища Которые приезжали К нему Говорили Что Жуалёв Стал священником Где-то На приходе И вся информация О тебе И Потом Так Господь Усмотрел Что Ему Один Верующий Он просил Деньги На Похмеление Какое-то Там Лодочек А тот Дал ему Диск Посмотреть И Я Положил Даже не смотрел Вот так Крайничком Глазом Глянул Положил В карман И иду дальше Думал Где же Мне что-то Ещё Раздобыть Какую-то Копейку И вдруг Я стал Вспоминать Вот Пока я Ложил Оказывается По касателям Прочёл Как-то Журавлёв Сергей Журавлёв Стоп Это ты что ли Достал Посмотрел Точно Вот это да Пришёл домой Включил Смотрел И Говорит Значит Вот Все Вопросы Которые У меня были Говорит Нашёл ответ Потом пришёл Там Верующим Он знал Пришёл К ним Я вот Всё Сдаюсь Иду к Богу Мне нужен Бог Короче И вот Я встретился С Димой Уже другим Уже Уже верующим И я понимаю Что Знаете То что мы сеем Это живо Потому что Божье слово Оно живо И Конечно Некоторые понимают Ну Все мы понимаем По разному Конечно Даже это И Наверное От бережитого Зависит ещё Очень много Вот Я понимаю Что Дело Даже не в том Чтобы Сыпать цитатами Из Писания Я не сторонник Подобных Методик Засевания Тем более Что Такое засевание Оно как бы Ну Я Не вижу в этом Смысла Особого Потому что Божье слово Должно быть Осмысленным Должно быть Пережитым Должно быть Действительно Открытым И Очень важно Чтобы Это было Вот То что называется На греческом Звучит как Рэма Как откровение Когда Ефесянам Павел Пишет О оружии Воина Христианского Он Говорит И меч Который есть Слово Божье И там Говорится Рэма Божья А это Имеется ввиду Не просто Записанное слово Вот Я себе Там Мы себе На гаджеты Все Скачиваем Пожалуйста Библия Разная Их можно Удалить Библию Бумажную Она Может сгореть Пропасть Это графы Да Есть логос Это Мудрое Наставление Назидание Тоже Греческое слово Логос Прекрасное слово Но Логосом Могут пользоваться Даже неверующие люди Допустим Даже далекие Казалось бы От религии Используя Божью мудрость Определенную Либо Бизнесе Либо Значит В работе Какой В другой Своей И Но есть Рэма Которая доступна Только лишь верующему Человеку Возрожденному Человеку А Рэма Это Откровение Это то Что открывается И там Через Молитву И молением Моляясь Во всякое время Духом Интересно Что Говорится Что открывается Слово Через Общение С ним С Богом Через живое С ним Общение И вот это уже Оружие Некоторые говорят Вот я Вооружен С Библией Потому что хожу Да Но Знаете Где ваше оружие Но На самом то деле Это не оружие На самом деле Оружие Которое Внутри тебя Вот это оружие И Оружие Христианского Воина Это слово Пережитое Это слово Открытое Богом Рэму Иллюстрируют Переводчики Еще знаете как Что К примеру Вот две женщины Проводят семинар О воспитании детей Да Одна Женщина Молодая Которая еще Не родила Допустим Не еще Не воспитала никого Но она Хорошо По описанию Все рассказала Примеры хорошие Довела Очень грамотный Хороший семинар В устах Этой женщины Это было Логосом Вот Вторая женщина Она И родила И воспитала И состоялись Они уже Как люди Как служители Эти Ее дети И она рассказывает Те же самые местописания Допустим И примеры Те же дать ей Но в устах Второй женщины Это будет Рема Рема Потому что Это пережитое Ей уже Хоть пол на голове Чеши Но это От нее Не отнять Это часть Ее самой Это часть Ее сущности Понимаете Вот Рема Это еще И открытое Через наш опыт Пережитое Допустим Если ты был Смертельно болен К примеру И Бог тебя Помиловал И исцелил И ты исцелен Теперь То это твоя Рема А Боги Как целители Допустим У кого Финансовая проблема Да Нищета Но потом Вдруг Да Пришло благословение И ты состоялся В работе своей И вот значит И тогда уже Ты Бога знаешь Как более чем Достаточного Бога Сверхъестественного Обеспечителя твоего Вот И так во всем Мы познаем Бога Чаще всего Через что-то Или же Духом Святым На молитве Бог открывает Это И это потрясающе Аминь Слава Богу Отец Я благодарю тебя За то что Мыслю И мы мыслим О том что Истина Что честно Что справедливо Чисто Любезно Достославно Добродетель И похвала О том Мы помышляем Бог Святой И не дай И не дай нам Поколебаться На путях Твоих Укрепи нас В этом пути Христианском Во имя Христа Иисуса Те кто Боже Поникли Ослабли Боже Подкрепи Укрепи сегодня Прошу тебя Во имя Иисуса Христа Боже Укрепи Те кто Пали Подними И Господь Боже Возврати Во имя Иисуса Христа Аминь Друзья И действительно Особо Хочется Тоже Благословить Вот И помолиться За тех Кто Познавал Бога Жил с Богом Потом оступился Отошел Знаете Блудный сын Оставшись Даже возле свиного корыта Отец его ждал Все равно Отец его До последнего Ожидал И слава Богу Что сын пришел в себя Слава Богу Что он встал И пошел И вернулся К отцу своему И сегодня Наш Бог Наш отец Он призывает Вернись Я все прощу Вернись Сегодня День спасения Сегодня Время Победы И Благодарю Бога За это Знаете Я не хочу Называть Некоторые имена Но О некоторых Служителях Я молюсь Эти годы Молюсь И прошу Бога О милости Те Кто служили Несли Евангелие Потом оступились И Сегодня их нет С нами Но Некоторые из них Погибают в вихах Сегодня Но я знаю Что Господь Милостив И он может Поднять человека Любого Прямо сейчас В это же мгновение Да поднимет он Падших Во имя Иисуса Христа Пусть не радуется Дьявол По гибели наших Братьев Пусть не радуется Лукавый Потому что Если В нормальных Условиях Если ранен Офицер Ранен Солдат То Наше дело Не добивать Раненых Наше дело Выносить Даже из-под огня Даже если Это Смертельно опасно Один наш капеллан Он В этом часто бывал И он рассказывал Что призвание свое Он получил От Бога Хотя не думал никогда Об этом Священстве Именно на передовой В таких тяжелых условиях На фронте Но Слушая рассказы людей И Слушая Прям по телевизору Как один из Военных Рассказывал О том Как люди Самопожертвенно Относились Обычные ребята Вытаскивали из-под огня Своих товарищей Или же Один был ранен Другой выбежал Зная Что его сейчас убьют И его убили Но он своим телом Накрыл его Вот Товарища своего Вот И Тот выжил Но вот Накрывший его Он принял на себя Остальные там Все эти удары Пули И знаете Вот Тот Братного нашего Он слушал Слушал И говорит Вот если даже Неверующие люди Или Может не религиозные Но Вот так самопожертвенно Поступают То А я верующий Говорит Я Неужели Мое место не там И он принял Это от Бога Что надо ехать И молиться за людей И благоставлять их И поддерживать И знаете Потому что Нет больше той любви Когда человек отдает Свою жизнь За друзей своих За родных своих За близких И Благодарю Бога За то что Он сегодня И в нас И среди нас Во имя Иисуса Христа Отец И благослови Тех кто Отошел Тех кто пал Боже Возврати их Пожалуйста Возврати их в строй Тех кто раненых Мы Не добивать их будем Но выносить Из-под огня Аминь Выносить их Спасать Боже Во имя Иисуса Христа И пусть Господь В их судьбах Прославится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому